Они вновь встретились лицом к лицу. Те, кто ради престижного конкурса жертвовали десятками дней подготовки, важными часами выступлений, чтобы испытать победные минуты. В отличие от прошлых лет, имена победителей на этот раз выбирали не из всего числа участников, а только из финалистов, которых определил последний конкурсный день. Участницы, финал, учителя года и лесенка успеха в этом году встречают женской компанией, в числе лучших опытных воспитателей и педагоги, которым было что сказать и показать на конкурсе профмастерства. Конкурс молод, конкурс жив, конкурс подцветает не только обаянием женским, но и блеском в глазах, и вот той душой, которую показали наши девчатки в уроках. Особую торжественность конкурса по традиции помогли поддержать предприниматели города. Более 30 бизнесменов приготовили немало приятных сюрпризов участницам. Ни один педагог не остался без внимания и поощрительных подарков. Имена тех, кому достанется главный приз, до последнего держали в тайне. И вот объявляют первого победителя. Лента победителя, ценный фонарик и денежное премиум от учредителя в размере 35 тысяч рублей вручается. Круминой Вере Владимирович. Компанию учителю химии Вере Круминой составила победительница конкурса профессионального мастерства среди воспитателей «Лесенка успеха» Ольга Табачикова. Для нее конкурс – своеобразный итог 33-летней работы в детском саду и возможность подтвердить свое призвание воспитывать детей. Подведение итогов, конечно, это хорошее дело. Но я не считаю, что я их совсем подвела. Я буду и дальше трудиться, повышать свой профессиональный уровень. И надеюсь еще дальше участвовать в конкурсе и не занять последнее место. То, что я стала победителем, знаете, это очень ответственно, потому что впереди областной этап. Это новая работа, большая работа. Ну, силы в себе чувствую. Советую всем не бояться и участвовать, потому что если спрашивают, хотите ли вы участвовать, все как-то подворачиваются. Ну, это того стоит. Это я могу сейчас сказать очень точно. Это того стоит. Вера Крумина и Ольга Табачикова сегодняшнего дня – надежда на победу в областном этапе конкурса. В прошлом году Евгений Квасов из 12-й гимназии уже предпринял попытку стать победителем российского уровня. Удастся ли это нынешним победителям, покажут очередные два этапа, которые пройдут весной и летом следующего года.